Это у нас, у русских, врождённое. Мы любим задавать себе глобальные вопросы и мучиться их неразрешимостью. Но всё-таки, как же по вашему житию, что делать? Да ты не торопись. Вообще же ничего не делать, всего лучше. По крайней мере, спокоен совестью, что ни в чём не участвовал. Слушайте, я всегда подозревал, что вы говорите всё это только так. А втайне про себя вы-то и есть фанатик какой-то высшей идеи. Ну, только просто стыдитесь признаться. Спасибо тебе, моя милая. Так в чём же великая мысль? Обратить камни в хлебы, накормить всех людей. Вот великая мысль. Самая великая? Очень великая, но второстепенная. А только в данный момент великая. Наездся человека, не вспомнит. Напротив, тотчас скажет, ну вот я наелся, а теперь что делать? Вопрос остаётся вековечно открытым. Этот разговор Версилова с подростком очень важен. Ну, а в чём же великая мысль? Ну, обратить камни в хлебы. Вот великая мысль. Самая великая? Нет, в заправду. Вы указали целый путь. Скажите же, самая великая? Прежде всего, надо решить, о чём эта сцена. А чтобы не ошибиться, пройти тот путь, который положено проходить от младенчества. То есть с момента, когда благовоспитанные люди открывают Евангелие, Новый Завет. Уже в четвёртой главе они обнаруживают дьяволовое искушение, которым подвергался Христос. И потом, на протяжении жизни, решают эту головоломку. Как превратить камни в хлеб? Каждый решает по-своему. Приходил Платоныч. Приходил прощаться. Грустный, как всегда, ворот распахнут. Выпили за Киев, только за Флору. Я ему подсунул несколько его работ, напечатанных в Новом мире и переплетённых мной в одну книгу. Он сделал надписи. На титуле «Месяца во Франции» написал «Viva la France, дорогой Олег». И потом добавил «Тебе нужно писать самому. Дневничок завести. Даже если нет времени, хотя бы конспективно. У тебя ведь есть одно преимущество. Все писатели сейчас, как правило, не блещут фантазией. Всё на уровне правдочки. А артисту чего-нибудь сочинить, нафантазировать, тьфу, ничего не стоит. У тебя язычок острый, точный. Всё начинается с барахтания на воде, пока не научишься плавать. Меня отец вывез на лодке до середины Волги и выбросил за борт, как щенка. Плыви, как знаешь. Я из воды долго не показывался. Потом выснулась фыркающая физиономия. Начались короткие истеричные взмахи рук. Мне было 4 года. Меня тоже учил плавать. Бросили в карабихе. Пруд был. С берега раскачали и кинули. Так учили плавать. Лёх, какой сегодня день? Какой? Я у тебя спрашиваю, какой сегодня день? Ну, воскресенье. Воскресенье. 11 октября. День рождения чей сегодня, Лёх? Ну? Ну? Сколько же вам, Алексей Алексеевич, стукнуло? Только не отбавлять. 62. Далеко за речкой солнышко садится. Только нам, подружки, дома не сидится. А пошло очень интересно. Был звонок телефонный. Звонит Олег Иванович, неожиданно. Это уже он жил в Москве. Лёх, у меня есть сценарий. Вот. Если хочешь, почитай. Есть ролишко. Я, говорит, только боюсь, что мы будем похожи. Вот как сделать так, чтобы ты преобразился и не был на меня похож? Это условие. Потому что не брат должен быть в кадре, а друг. О, уже поднялся. О, деловой. Не успел прийти, уже ухожу. А? Ну, супчику, может быть, горяченькую. Не, я не хочу. Лёх, день рождения все-таки. Ну, посиди. Бабы не скоро будут. Было бы чего выпить. Я, ей-богу, выпил бы. Да какие день рождения? У нас никогда не было, я не помню, о всяком случае, дни рождения. Была война. Вот я помню, мама шила кепки нам. Ему, как старшему, первую, так сказать, кепочку сшила. Он напялил на себя и убежал. Я говорю, подожди, чего? Я сейчас мне дошьют тоже, я с тобой живу. А во дворе уже в Ярославле рыли траншеи. Война уже начала. Уже тогда было понятно, что он старший. И он не будет ждать мне люзгу, которая там под ногами путается. Не видал я прекрасные дамочки, вы поверите безумным речам. Эти губки и щечки и ямочки не дают спать по ночам. А мама была студенткой сельскохозяйственного техникума. А отец был директором этого техникума. Я так думаю, что это от отца все. Потому что отцу прочили тоже какую-то хорошую стезю, если бы он был на актерских подмазках. Ты на отца похож. Какой ты? Веселый? Да нет, наверное. И неразговорчивый. Почему? Мы с отцом были очень веселые люди. Надо чаще вспоминать, что жизнь прекрасна. Я стараюсь. В параде планеты у меня практически одна сцена с полубезумной матерью. Среди прочих бесхитростных вопросов, почти гамлетовских, она допытывается, какой ты добрый. Я после некоторого раздумия, да нет, не сказал бы. В жизни я не злее моего Костина, но и он не добрее меня. Такой парадокс. Он порождение теории сложного человека, но в применении к нашему времени еще и молчащего, стиснувшего зубы, однозначно добрый и однозначно злой, значило бы мертвый. Значило бы мертвый. Вот как раз к тому, о чем я говорю. Однозначность, выкрашенность в некую, так сказать, в одну только краску означает картонность персонажа. Он пишет точнее, злее, мертвый. Он всегда искал вот эту возможность расширения объема роли, увеличения объема образа. Ты красивая. Тебе никто об этом не говорил. Вот видишь, я первый. Улыбка кроткая, притягивающая, сразу осенила Настасья Филипповна и князь. Он держит в руках ее портрет. Нет, она не Настасья Филипповна. Скорее, Настенька из Белых ночей. Но удивительно то, что ассоциация петербургская, как предзнаменование. Как говорил один актер, бывший в театре, говорит, что он в ней нашел, ничего особенного. Фотографию эту он увидел, и это было повод для знакомства. Я его увидела невеликим актером, я увидела его просто обаятельным молодым человеком. Я его увидела, мне было 17, ему было 21 год. Мы познакомились и два года у нас, этого знакомства нашего, до того, как мы поженились. Просто друг друга узнавали. Вот за это время я успела и полюбить его. Знаете, я к нему на съемки приехала. Под Петербург, куда-то воинская часть. Жили в воинской части, в казармах. Ну, до свидания. Еще раз? Еще раз. Еще раз. А вы найдете дорогу? Вам до конечной остановки. Доберут. Бакановцы. Пошли штурмовать батареи в стрельне. А мы с вами еще увидимся. А вы этого хотите? А вы? Ясно, хочу. В Киеве, видите, какой был молоденький, да? Лев Иванович, Олег Иванович, Павел Борисович, Успекаев. Это на демонстрации. Это на демонстрации. Это Киев. Это первые годы работы в театре Лесе Украинки. Это он на демонстрации. Это вот так он балагурил. А понравишься ты ей. А кому же я не понравлюсь? Смотрите. Честь имею рекомендовать себя Сверид Петрович Голохвастовым. Собственной персоной. Мадемуся, банджур. Ля колесон мерци, пипсель три, а шо пи? Пардон. Ну, не рвите моего сердца, как паклю. В груди моей везувии так и клокотит. Решайте, судьбу мою несчастную. Прошу вас, руку и сердце. Он был в Польше. Он был там на премьере фильма «За двумя зайцами». Тогда были дни в Польше. Русская культура, как-то они назывались, Дни советского кинематографа. Я уж не помню сейчас, как это называлось. И его командировали туда. Причем это, как вы понимаете, выезд тогда за границу был достаточно сложен. Надо было пройти всякие инстанции, утверждения и все это. И вот его вызывал министр, и его туда направляли. Но театр был против. Подписи собирали в газету «Советская культура», для того, чтобы артист зазнался. Его надо из театра убрать, забрать квартиру. Ну, бог знает, что происходило. И я во всем этом вот 10 дней варилась. Когда он приехал, я ему объяснила очень коротко ситуацию. Говорю, ну, больше ты туда не пойдешь, в театр. И мы с тобой уедем из Киева. Когда он приехал в Ленинград, ну, конечно, сидел на скамейке запасных. Долго. Были маленькие премьеры, небольшие роли эпизодические. Он работал эти 5-6 лет. Работал до Генриха IV. Ну, что это? Поблизости к губам лежит пушинка. Если бы он дышал, она бы шевелилась. Он не дышит. Теперь я понимаю, государь, как крепок сон твой. Это сон, который разъединил уж столько королей английских с этой самой короной. И когда он сыграл Генриха IV, вот тогда, видимо, какой-то вот произошел прорыв в отношениях. Георгий Александрович сказал, что все, больше без этого актера я оставить ничего не буду. И так действительно продолжалось какое-то время. Небольшое, да кроткое. Зарубите себя на разу. Здесь вам не товарищи. И большевистских порядков мы не позволим заводить. Я позволь. Я попрошу вас на меня не орать. Что вы сказали? Прошу не орать! Вы для чего нас вызвали? Решать? Решайте. Решайте! А если вы, ваше превосходительство, спробуете тромать меня хотя бы пальцем зарублю на месте! Для нас, для меня и артиста Борисова, это был крестьянский Гамлет. Человек, который в очень глобальных масштабах ищет себя. В этом я вижу аналогию. И тоже распала связь времен. И тоже другого порядка, другого характера. Но тем не менее, вот этот простой, естественный человек, который склонен, может быть, больше к труду, чем к войне, вот он способен размышлять. Страстный, иногда чувство опережает разум. Его правая рука отделяется от пюпитра. Она взвесилась в душном пространстве филармонии. Она сжалась в кулак. Блеснули на левой руке два кольца, одно из них на мизинце. Я в музыке дилетант. Ничего не могу сказать про эту симфонию, кроме того, что в первой части унесся в свое детство ободранное. Я прицепился к последнему вагону, несшемуся из Алматы в Чемкент. Эвакуация. Мы живем в маленьком театре рядом со сценой. У меня от вшей поднялась температура до сорока. Стою голой на скамейке, а мать кидает в буржуйку все мои вещи. Плачет Лева, младший брат. Сожалением думаешь о своей серости, о том, какая потеря в моей жизни хорошая музыка. Все упущено. Зачем бросил скрипку? Думаю, что моя миссия выполняется лишь на сотую долю того, что могу. А есть ли вообще какая-нибудь моя миссия? Я в институте переливания крови. Наверное, залег надолго. В последнее время испытывал слабость, шатало и хотелось спать. Бабуся говорила в детстве «Шатай, болтай! Недалеко валдай!» После обеда зашел главврач. Оттянул мои веки, ужаснулся и спросил «Сколько?» Я ответил «Сорок девять». И лет, и гемоглобина. Завтра начнутся анализы, кровь из вены, остаточный азот, будут готовить к переливанию. Зачем-то взял с собой Карамазовых. Стал задумываться, чем болеют герои смердяков, эпилепсии. Впрочем, как и сам автор. У Лизы Хохлаковой паралич, порожденный истерией. Впечатлительная девочка, по ночам видит чертей. А я сегодня видел некого Маликова. Завтра меня вгонит его кровь. А он в это время репетировал «Тихий дом» и снимался в женитьбе параллельно. И в конце года у него уже гемоглобин был 37 промиллей, как-то там, не знаю, то есть он уже ходить тяжело было. А потом вот поставили этот диагноз лимфолиэкоз. Это вялотекущее онкологическое заболевание, с которым он жил все свои 18, почти 17 с чем-то лет. И самые лучшие роли создал вот в этот период. И вот... Ну... Вон сзади. Ну вот. Ешь, ешь, ешь. Вот так-то. Это она, вернее, он три дня за мной по пятам. Вот ходит и ходит. Я вчера от нее и так, и сяк. И в магазин, и пиво выпил. Ну, все, думаю, оторвался. Но я в гостиницу. Утром просыпаюсь. Пожалуйста, сидит. Это у вас что, ранение? Что? А, это. Давным-давно. Нож? Огнестрельный. Ага. Я начинал-то в Угрозыске. Это кто же вас так? Ну, кто? Субъект один? Сильно нервный? Поймали. Оказалось, вот мы проработали почти всю картину остановился поезд, которая была для нас с ним первая. И только к концу съемок я узнал, что он болен. Только к концу съемок. Обычно нормальный актер посвящает в свой любой чих, проблему чиха, практически всю съемочную группу. Потому что все знают, что у нашего, тем более у нашей примы, немножко сегодня насморк, побаливает голова. Это что-то такое-то превращается в некую проблему. Если не катастрофа, то проблема. Но что касается Олега Ивановича, то была совсем другая история. Повторяю, только к концу съемок узнал, что он вот во время наших перерывов в съемочных делах ездил в Питер, а мы снимали под Москвой, на переливание крови. Я вообще не поражаюсь его силе воли, его трудоспособности, будучи больным. Такой диагноз. Страшный. На первой же репетиции объявил Додину, что готов стать чистым листом бумаги. Я понимал, необходимо смыть всю лишнюю информацию и бережно, по капле, принимать новую, отфильтрованную. Объявил о готовности снимать накипь, но только как понятия не имел. Это же не маску поменять? Перерождение клеток, всех внутренностей организма, полное раздевание во имя того, чтобы стать грудным младенцем. Он готов был пеленать, кормить с ложечки. Я полностью иду в его руки. Кажется, впервые в жизни. ПЕСНЯ 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 Репетиции только вечером, ибо утром трагедия. Ну, трагедия – это эмоции Олега Ивановича, трагедия – это оптимистическая трагедия Вишневского. Пьеса, которая репетировалась в первой половине дня, с 11 до 3, а вечерние репетиции были кроткие. Время, конечно, скажем так, напряженное было очень, сложное. Может быть, даже физически было сложно Олегу Ивановичу. Но мы свой режим придумали в семье. Он приходил домой после оптимистической трагедии. Наш друг, большой приятель наш, замечательный профессионал-массажист из Мариинского театра приходил, делал ему легкий массаж, такой энергетический, и укладывал его спать. Он просыпался, обедал, и шел на репетицию вечернюю. Вот до часу, до двух ночи они работали. В кроткой вылилась вся его любовь к Достоевскому. Вся его энергия, нерастраченная, скажем так. Потом для него это святой был автор, святой дел. И он не мог это как-либо играть и что-либо играть. Все мертво. И всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот земля. Люди, любите друг друга. кто это сказал? Чей это завет? У Федора Михайловича есть заметка в дневнике, датированная 16 апреля 63-го года. Маша на столе. Увижусь ли с Машей? Интересно, в какой степени неудачный брак с первой женой нашел отражение в кроткой? Гроб на столе. Возлюбить человека, как самого себя по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Далее Федор Михайлович приходит к выводу, что каждая сильная личность должна уничтожить свое я, отдать его целиком, всем и каждому, безраздельно и беззаветно. У Достоевского с Марией Дмитриевной не получается. Не получается и у закладчика с кроткой. На секунду отвлекусь. Я подталкивает. Как хорошо, что моя семья живет в согласии. Мое я растворяется в сильном я моей жены. Мое я растворяется в сильном я моей жены. И ничему не препятствует, но это не случается со всеми и с каждым. Ну, это о нашей жизни. Вот этот абзац, это переплетается с мыслями его в отношении этой кроткой. Но все, что я могу сказать, это был удивительно домашний, удивительно преданный человек, порядочный человек. И он, когда приходил домой, он приходил как в крепость свою. улыбался всегда, когда открываешь ему дверь, он открыл, улыбался, потому что он попадал в свою обитель. Ленинградская история и сложнее, и проще. Проще от того, что длилось даже не 13, а 18 лет. Целую вечность. И за эти 18 переиграл мальчиков, только уже не розовских. И в один момент, точнее, в 71-м году это надоело, я решил уходить. Товстоногов удержал тогда Хлистоковым. Я пошел тогда на аккомодацию, как сказала бы княгиня Волконская. Решил ждать. И дождался своих, Мешков, Дона, Кроткой, хотя ревизора быть не могло. Тогда, в 71-м, решение было эмоциональным. Сейчас оно как будто спокойнее, взвешеннее, как, впрочем, и реакция на него Товстоногова. Он даже просветлел, когда я ему сказал, что ухожу. Куда? Поинтересовался из вежливости. Пока не знаю, соврал я, в Москву. Вы потеряете, как артист, Олег. Посмотрите, Доронина там кончилась. Да разве только Доронина? И вздохнул с облегчением. Мне дочь рассказывает, звонит по телефону из Питера, и говорит, папа, а почему нет там портрета Олега Ивановича, дяди моего? Почему нет портрета? Это же история театра. А там его нет, портрета. А он 19 лет отдавал этому театру кишками все свое творчество. Но я лучше про букет. Как я его донес, не понимаю. Ни разу три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой. Ужасно хотелось. Что это у вас за образ? А, покойников. Помню. Он мне родовой, дедовский, он весь век с ним не расставался. Знаю, помню, он мне завещал, очень припоминаю. Дайте-ка взглянуть. Да что с вами, голубчик, Андрей Петрович? Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь. Мысленно раздваиваюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник. Вы сами разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу и иногда привеселую вещь. И вдруг вы замечаете, что это вы сами этого хотите и бог знает зачем. Я знал одного доктора, который на похоронах своего отца в церкви вдруг засвистал. Право, я боялся прийти на похороны, потому подумал, а вдруг я засвищу, как этот несчастный доктор, который довольно нехорошо кончил. Знаешь, Соня, вот я взял опять образ, мне ужасно хочется теперь вот сию секунду ударить об печку. Об этот самый угол. я уверен, что он разом расколется на две половины, не больше, не меньше. Андрей Петрович! Оставь, оставь образ, Андрей Петрович, положи раздень селяк Аркадий за доктором! Однако, однако, как вы засуетились! Я вас пугаю? Задача актера надавить на все гнойники, чтобы вытащить порог наружу. Так мы и зарабатываем наши болячки, пропускаем через свою кровь, а память собирает и фиксирует их. 11 ноября, но он родился 8-го, это его дата рождения. Приходили ментанты Абдрашитова, и что, видать, третий раз не миновать. Принесли новый и, по-моему, замечательный сценарий слуга. Я должен играть хозяина. Два раза уже прочитал. Все сделано тонко, без склеек. Скорее бы уже выбраться отсюда и начинать работать. Речь идет о том периоде, я вам рассказывала, когда он попал в больницу, опрыскивая дом и когда отказали почки. И вот тогда звонков было, уже все разнеслось и по городу разнеслось, что Борисов при смерти увезли в Боткинскую. Возникла такая у нас идея с Миндадзе все-таки съездить к нему в больницу и все-таки не съездить, а все-таки дать ему почитать слугу. Дать почитать. И мы договорились об этом с Аллой Романов Борисовой его женой. И она сказала, ну давайте попробуем. Мы приехали в больницу и дали ему, дали Олегу Ивановичу почитать сценарий слуги. и он и он как-то, что называется, завелся. Он схватил, мне кажется, самую суть. Очень интересно стало об этом говорить и мы подумали, что может быть, черт возьми, Бог даст, все-таки он сыграет эту роль. Читаю в твоих глазах вопрос. Хочешь спросить? Спроси. Повидаться, Паша, я прибыл. Соскучился. Хотя, конечно, прибыл не на прогулку. Догадываюсь. В чем дело? Да, огорчил тут один из ваших мест. Написал на меня. Бог знает что. Ну так кто же? А кто меня всю жизнь преследовал? Он. Вот. Брызгин? Брызгин жив? Жив. Жив. Пока я жив. Мой черный человек, видно. Помнишь, как он стерег меня и как сам погорел в один день? Теперь вот с этой автокатастрофой столетней давности копает, в которой башку расшиб. Вроде я причасть организовал ему. Представляешь? Было совершенно ясно, что навряд ли кто-либо из существовавших тогда актеров мог бы сыграть эту вещь, эту роль Гудеонова. Потому что вот вы говорите, он, так сказать, он абстрактен, он, так сказать, такой, какая-то метафора, это какой-то символ. Возможно. Но при этом все это наполнено абсолютно человеческим содержанием. Более того, при условности как бы этого образа существует некий характер у Гудеонова, который воплощен Борисовым. 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 Борисов won't Ты мертвого привез. Хорошая была съемка у Абдрашитова. Снимали предпоследнюю сцену, как Вильзевул, то есть я, сделав все дела, улетает, естественно, внутренне. Абдрашитов попросил расплакаться, а у меня с утра не получалось. Потом уже включил все и пошло. Пусть... Ой, Роман, Роман. Ой, Роман. Ничего же не стоит все. Ничего не стоит. Ой, Роман. Ты, как всегда, Паша, перестарался. Роман. 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 Ты этого хотел. Я привез. Роман. 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 к бесам, взятый из Евангелия от Луки. Тут же на горе послось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволило им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней. И бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали, в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И пришли к Иисусу. Нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса. Каждый может представить себя у его ног. Даже я. Это хорошо, что погода такая. Для сада хорошая. Сейчас яблони в рост пойдут. Ночью выйдешь, и слышно, как яблоки растут. Аж потрескивают. Не веришь? А я тебе врать не стану. Сколько были какие-то его годовщины смерти, и даже какие-то дни, вот помню, сороковое, там, ну, все, что связано с уходом из жизни. Собирались, поминали. Мыть посуду у меня трещало в руках все. У меня шесть бокалов. Я не перебила даже, а просто вытирая полотенцем, у меня они лопались в руках. И я дала себе слово, что нет, не буду об этом времени вспоминать. Он для меня жив. Я его ощущаю все время. Мне помогает его работа. Маруся! Ты здесь? Здравствуй, Маруся! Здравствуй! Сядь сюда! Какой ты стал! Молодой, красивый! А ты какая! Оба, оба красивые! Ступай, ступай! Хочешь час под венец! КОНЕЦ КОНЕЦ